Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня последний восьмой день Хануки. Мы читаем, мы разбираем недельную главу МИКЕЦ, которая, как правило, попадает на Хануку. Сегодня могут быть небольшие технические неполадки, поскольку Натан передал мне функции организатора, но я надеюсь, что вместе с участниками мы справимся. Итак, еще раз поздравление с Ханукой. Те тексты, которые у нас есть на Хануку, классические тексты вошедшихся дур, мы с вами в течение нашего курса, а сейчас третий раз, вот в этом месте календарного цикла рассмотрели и благословение, и текст Амерота Лалу, и даже Маус Цур, там такой высокий иврит. Вот мы в прошлом году, кажется, разбирали достаточно подробно, так что сегодня я сконцентрируюсь только на недельной главе. Недельная глава довольно интересная. Значит, в прошлом и позапрошлом году мы из недельного раздела МИКЕЦ разбирали 41 и 42 параграф, сегодня мы разбираем по порядку 43. Нас сегодня мало, поэтому каждому достанется побольше. Я начинаю, как организатор, воспользуюсь правом взять себе самый маленький такой пасук, самую маленькую фразу, фразу Алиф из параграфа МЭМ-ИМЕЛ. Итак, ВЕ-ХА-РААВ КАВЕД БААРЭЦ. РААВ – это голод, КАВЕД – тяжелый, БААРЭЦ имеется в виду не просто в стране, а там, где живут Яков и его дети, ну, соответственно, и внуки, а где они живут? В стране, которая тогда называлась ЭРЕЦ КНААН, а сейчас мы ее знаем как ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ. Так, тяжелый голос в стране. Теперь, БЭД, пожалуйста, Анна. Так, секундочку. ВЕ-ИЕК АШЕР КЕЛУ ЛЭ ОХЕЛЬ ЭТ АШЕВЕР АШЕР КВИУ МИМЕТРАЯМ ВЕЁМЕР ЭЛЭЙХЕМ АВЕГЭМ ШУВУ ШЕВРУ ЛАНУ МИАТ ОХЕЛЬ. Спасибо, Анна, замечательно. Тут есть пара слов, которые надо разобрать, все остальное здесь вам понятно. Значит, и было, когда закончилось продовольствие, еда. Когда закончили кушать, наихонь это глагол. А, кушать, а, вот, все, понял. ЛАОХЕЛЬ – кушать, закончили есть. Ну, ШЕВЕР – то, что привезли, еда, то, что они купили, привезли. Да, слово ШЕВЕР – это купленная еда. Или это покупка? Приобретенное, нечто приобретенное из продовольствия, которое они привезли из Египта и сказали им, братьям Иосифа, Иосифа, их отец. Езжайте, купите нам немного еды. Вернитесь, да, и купите. Да, замечательно. Тимофей Гиллин, все правильно, да. Слегка вопрос. ШЕВЕР, МАШБИР – была, по-моему, такая сеть магазинов, нет? Так она и есть, да, совершенно верно. Я как раз собирался сказать, МАШБИР – это, скорее, не продовольственный магазин, но, очевидно, вначале там продавали съестные продукты. Вот, и отсюда МАШБИР. МАШБИР – не от слова «лишбор» ломать, от слова «лишбор» тем же написанием, но с другим значением – покупать еду. Да, пожалуйста. Окей. ГИМЕЛЬ. ГОВОРИТ ГОВОРЯТ Вот здесь внимательно. Что такое «эд»? Свидетельство. Свидетельство, но «роши» объясняет, и можете посмотреть в файле «словарь», да, он объясняет, что в данном случае предупредил, предостерег, можно сказать. повторение нас муж сказав не увидите моего лица без братьев без брата вашего да с вами да если нет этого брата с вами так я продолжаю с вашего позволения сейчас одну минуточку и сделаю так себе побольше вот так далее им ешь х мешалей ахи ну и тану не рда в 1 шбера лиха вот здесь интересно если есть тебе вообще слова эйн которое обычно переводится не это глагол со значением отрицания и поэтому вот таком классическом иврите который сейчас звучит несколько архаично говорят например эйнэнь я не и эйнха не ты а вот здесь используется слова ешь как глагол есть тебе есть у тебя если ты не шалей а отпускаешь отправляешь нашего брата с нами тогда мы спустимся нэрда от слова я ред ну это префикс будущего времени да а первая корневая буква ю я рад она здесь выпадает в ниш бера это тот же корень что мы сейчас разбирали шабар покупать охать лиха охать вот так и пожалуйста она так и ваим ваим н х х м х м шалэх лонэ дар ки аиш а мар элэй ну лотер у фанай бильти ахи хэм и тхэм тут тоже такой запутанный несколько если не посылаешь то непонятно не спустимся то не пойдем то мы не спустимся ибо человек сказал тот человек сказал нам не увидите моего лица без без того чтобы ваш брат был с вами да 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 совершенно верно точный перевод тимофей вау 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 мэр исраэль тоже как закручено да не слышу вас чему роли там сделали зло да да слова да плохо сделали он да плохо сделали мне сказав тому мужу что есть еще у вас брат совершенно верно это упрек зоин ויומרу шаол шаол ха аиш лану улמו улמו ладтено ламор ауд овихем хай аиш лахем ах וнагед ло ал пи адбרים האלэ הידоа נדע כי יумар הориду от овихем долга фраза но мы с вами не боимся этого гостей, правда? Ва-йомру и сказали, сказали братья своему отцу. Ша-оль, ша-аль, ведь спрашивал Ага-иш, лану, человеку, нас, про нашу родину, моладу тену, говоря, «Га-од авихем хай», жив ли еще отец ваш? Га-од, с этой огласовкой образует вопрос. «Ве-еш-ла-хем-ах», и есть у вас брат, извините, «Га-еш-ла-хем-ах», есть у вас брат, «Ве-на-гет-ло», и, скажем ему, «Аль-пи-га-дварим-га-эле», на основании этих слов, «Га-я-до-ан-э-да», разве знали мы, что скажет он, «Спустите вашего брата», то есть вместе с ним, «Вернитесь, сойдите в Египет», да, «Леред», да, «Ларедед», спуститься в Египет, и «Ла-Алоп», подняться в землю Израиля. Да, вот так. Анна, 8, да? Так, хэт. В Йомер Игуда, или Сраэль Авив, «Отпусти отрока со мной, и мы поднимемся, и мы пойдем». И будем жить, и не умрем, и мы, и ты, и наши дети. Наши младенцы. Таф – это младенцы. Арина, наши младшие, да? Отсюда, наверное, русское слово «тапочки». Спасибо. Так. Тимофей, тет? Кстати, Тимофей пишется через тет или тап? Через тет. Иностранное имя? Да. Ханухи эрбену мияди твакшену имло хавиотив алеха вецактив лефанеха. пропал звук попробуйте перевести тут сложно от моей руки потребую запросишь да ты его потребуешь если не приведу его это третье лицо не поставлю перед тобой да да и буду грешен перед тобой все дни да 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 то есть он берет ответственность на себя да совершенно верно так читаю спасибо тимофей так зафиксируйте потому что что такое лу лей это значит если бы не лу и илу это если бы а лей это как отрицание что если бы не гид мага мага ну это редкий глагол означает запромедлить опоздать наиболее наверное известен он по двенадцатому из тринадцати принципов рамбама несмотря на то что он задерживается задерживается да я все равно буду ждать его так и здесь если бы мы не задерживались то сейчас мы вернулись мы вернулись таким образом уже два раза мы успели бы за это время что мы просто здесь сидим и ждем да да сходить дважды вот так ют прошу вас одна Так, Юталев. Он находил лод, под ним ушки Димку. Замечательно, тут я должен вам помочь. И сказал им, Исраэль, отец их, если даже так, то сделайте так. Эйфо вот таким образом, это вводное слово. В Торе оно встречается дважды, и оба раза это говорит Яков. Возьмите, возьмите, ну, типа, подарки, дары земли, типа, произведения земли. Слово земли означает не только петь песня, но и плоды земли. Замират Аарет. Интересно, что это название такого вокального ансамбля, естественно, русскоязычного, которые поют песни политического содержания, но, слава богу, правого. Не левого, в отличие от очень многих. И действительно талантливо просто вот делаю им маленькую рекламу. Замират Аарет, может быть, понято, как словарь нам дает лучшее, что есть в земле, отборные плоды, но, может быть, и понято, как песнь земли, песнь Израиля, песнь страны. Да? Вот такая игра слов. Да, вот пихлейхэм я не очень понимаю, что это такое. А кли – это сосуды. А, в сосудах, все, вспомнил, сосуды свои. Положите, хоть и дары земли в сосудах своих, ну, то есть в каких-то... Хориду, и отнесите, спустите тому человеку минха, 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 ну, возношение подарок. Да, теперь, что именно? Название, собственно, каких-то вот этих веществ. Немного. Вот здесь есть различные мнения. Есть мнение, что вот цори – это ароматная смола. Может быть, смола дерева хурмы. Но в Талмуде под словом афарсимон, который сейчас используется именно для хурмы, подразумевается совсем другой плод, который, наверное, сейчас неизвестен. Может быть, он вернется к нам во время на Машиеха. Может быть, он одичал. И он известен как масло афарсимон, то, что называлось шеме афарсимон. Это очень ароматическое масло, настоянное вот на этих плодах. К хурме она не имеет никакого отношения. Хурма – это плод японский. Он появился, он стал известен европейцам и в том числе евреям значительно-значительно позже. То есть это одна из таких вот волюнтаристских штучек Бен-Яуды, когда, значит, он берет слово, которое не привязано к современному значению, и берет некий предмет, которому нет названия, и просто вот поскольку их объединяет. Таких примеров не так уж мало. Например, танин – это вовсе не обязательно крокодил. Так вот, так вот, что такое цори – это не очень понятно. Дальше. Меат дваш. Дваш – это мед. Но имеется в виду, наверное… А, финиковый. Дальше. Слово «наход» – это, словарь говорит, некое благовоние под названием стиракс. Но Раша говорит, что это воск. Какой воск – тоже непонятно. Почему воск – это такой дефицит, не знаю. Здесь речь идет не о, так сказать, ценности, а об экзотичности этих продуктов. Это сувениры. Дальше. Слово «ботним». Вы знаете, до этого я был уверен, что «ботним» – это производное от ботаники. Но, видите, это слово встречается в Торе. И «ботним» сейчас это означает арахис – земляные орешки. То есть те орехи, на которые мы говорим о благословении Прига Адамайи, как мне рассказывали бывшие жители Средней Азии, и действительно выкапывают из песка. Но Раши считает, что это орехи-фисташки, и предполагает также, что это персики. Это не очень понятно, потому что в стране засуха. До того идет речь о продуктах, которые либо не имеют растительного происхождения, либо могут производиться даже в отсутствии полива, либо могут храниться, как, например, орехи. А вот насчет персиков я не знаю. Ну, Раши может быть виднее. Хотя и Раши тоже с некоторым сомнением. Может быть, сушеные персики. Да, кстати, несколько, но как называется сушеные персики? Курага. Нет, курага – это абрикосы. Абрикосы, да. Курюк – это абрикосы. У нас продаются сушеные персики, так и продаются. Персики и персики. Да, да, да. Самоназвания, может, и нет. Да, собственного названия нет. Ишкэдим, наконец, это и в современном иврите, и в песне, наверное, это мингаль. Шкэдди порахат у нас была, песня Шкэдди порахат. На Тубе Швард, я надеюсь, уже скоро. Швард, да. Да, спасибо. Так, Тимофей Ютбет, да? Правильно, Ютбет. Вехесев Мишне, ху, баятхэм, ве-техесев, а мушав, бэфи, амтехотэхэхэн. Да. Ташиву баятхэм. Переводим. Да, нет, по-моему, немножко не зачитали. Ташиву баятхэм, улай, ти, ш, гэ, гу. Все правильно, все правильно. А, я правильно зачитал. Он остановился. Пропадала, пропадала. Да. Так. Прошу вас. Деньги двойные. Возьмите в руки ваши. Да. И деньги дополнительные. Возвращенные, наверное. Возвращенные, да. Да. На основе, да. Бэфи, то есть в отверстие. Амтехотэхэм – это заплечный сума. Это серебро, которое было им возвращено. То есть кто-то положил им в сумку обратно. Да. Ташиву баятхэм. Ташиву баятхэм. Верните в руках ваших. Кулай мишгэгу. Возможно, это была ошибка. Да. 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 Дальше в том, что было в предыдущей главе. Да. Да. Ну, мы, я надеюсь, помним сюжет. Да. И он гимал. Ве-эт ахихэм кэху. Ве-кому шуу эль аиш. И брата вашего возьмите, и вставайте, и возвращайтесь к человеку. Да. Вот так. Ют-далет. Вот. Такое письмение достался. Аминь. Да. Так. Ют-далет. Ве-эль шадай. Итен лохэм рахамим левны аиш. Ве шилах лохэм эд ахихэм эхэр. Вет беньямин. Ве-они кшэр шахальти шахальти. Так. Да. Так. И Всевышний, Господь Всевышний даст вам милость перед тем человеком, чтобы удостоитесь милости перед тем человеком. Так что он отпустит с вами другого брата, ну, того брата, который, Шимона, который был. Да, да, да. Который взял в залог. Заложники. И беньямин. А я как был как бы бездетным, так и останусь бездетным. Да. А я, как мне суждено остаться бездетным, так и останусь. Вот это вот шахальти. Шахальти Раши даже ставит в соответствии с тем, что говорит. Говорит. По-моему, Эстер это говорит. Кашир авадати, авадати. Если мне суждено пропасть, то я и пропала. Вот так. Да. Хорошо. Тет ваф я беру. Вайку анашим. Эдгамин хагазо. Умишне кесеф лакху беядам. Вэдбиньямин. Вайя куму вайерду Митсраим. Вайамду лифней Йосеф. И взяли люди, имеется ввиду, братья, подарок этот и двойные деньги. Кесеф Мишне. Интересно, что вот это используется в названии книги. Двойное серебро. Взяли в руки их и бендямина. И встали, и спустились в Египет, и встали перед Йосефом. Тет заин? Так. Я не сбился с... Да. Ничего. Ага, да. Я запутал вас. Давайте, Тимофей. Вайер-э Йосеф и там, и бендьямин, вайомэ лашэр, альбэйто, агавэ, и анашим, абайта, у двох, двох, девах, в хэнки, и ти, йохлю, анашим, бацараем. И увидел Йосеф с ними, бендьямином, и сказал тому, кто над его домом. Дома правительства. Агавэ, анашим, приведи этих людей в дом. Утвоах, девах. Это зарежь. Ты готовь. Да. Зарежь. Это бах повар, извините, митбах кухня. Но здесь имеется в виду, девах, это место, где режут скот. То есть, приготовь мясо. Вэахэн. Вэахэн, приготовь, да? Да. Киити йохлу, потому что со мной будут кушать эти люди в полдень. Да. Да. замечательно. Так, что сейчас должно быть, наверное, Анны Юдзе? Да. Прошу вас. Так, И сделал тот человек, как сказал Йосеф. И привел этот человек, тех людей, в дом Йосефа. Да, да, да. Так, верно. Теперь, наверное, снова Тимофей получается, да? Ну, давайте я. После меня, да, после меня Тимофей, да. Да. Вэйру, анашим, бэйт, юсэм, вэмру, аль, двар, акесеф, ашав, бамтехотейну, батхила, анахну, муваим, лейт, голель, алейну, улей, улейт, напель, алейну, валакахат, отану, лавадзим, вэд, хамурейну. Хамурейну, да, совершенно верно. Вот это вот первое слово. Я всегда, когда вы видите этот корень, можно перепутать, легко перепутать, ра, рейш, алиф, гей, убедить, и гир, рейш, алиф, испугаться. Но здесь по двум юдам мы видим, что юд здесь корневой, поэтому явно испугались. Просто не всегда, не всегда пишется два юда в Танахе. Итак, испугались Анашим. Испугались эти люди, что привели их в дом Юсефа и сказали Альдвар, наверное, из-за денег, Альдвара Кеса. По поводу денег, да. Дело в том или дело в том. по поводу денег. Да, может быть. да. Гошав, это вернуть, которые были возвращены, вернулись. Ам-те-хот-тейну, это наши запрещенные ссылки. Би-бадхила, вначале, раньше. Да, бадхила, анахну, муваим, вначале мы, мы приведены. Мы приведены. Теперь лэгит гулель, атаковать. Сейчас, минуточку, я посмотрю, кто меня дает. Лэгит гулель, катиться, скатиться. Перевод, что-то типа, ну да, получается буквально, что перевернуться. Да, да, да. Ну, переводчики пишут, как придраться, чтобы к нам придраться. Лэгит напэль, это нападать, набрасываться. Слово нафаль, упал, да. Напасть на нас. да, да. Велакахататану, взять нас, врабы, вээд хамурэйну. И наших, с нашими животными. Осел, да, осел. Да, имеется в виду не только осел, но и поклажа, которая на этих ослах. Да, понятно. Понятно, что то, что они привезли с собой, они привезли отдать или подарить, да, но все-таки они рассчитывают, а, выбраться живыми, б, вернуться с бендемином и забрать из залога шимпона, и, в, все-таки получить некоторое количество еды, потому что ради этого они, собственно, и затеяли всю историю. Да, спасибо. Так, что теперь, ютет, я читаю, да? Ютет. Да. Да. Это, это предстать обратиться к человеку, который над домом Юсефа. По-моему, Медраж говорит, что это один из его сыновей, вот, чего они, конечно, не знали, что это их племянник, и говорили ему петах обаит, во вратах дом, то есть не, значит, не войдя, не позволивши вести себя. Это, кстати, правильная тактика. Если полицейский останавливает вас и предлагает пройти в отделение, хоть это кажется безобидным, но учтите, что чисто психологически он чувствует себя дома и чувствует себя хозяином, да? Хотя он имеет право вас задержать, что называется, именно на улице, но надо попытаться выяснить всю ситуацию еще до того, как вы вошли в его дом, на его территории. Ну, это такой, такие маленькие впечатления, да. Так, Каф? Так, Каф. Каф. В твоем руке би, а то не, я род, я родну, бодхила, лишь бор, охэль. Би – это такое, ну, культурное обращение. Пожалуйста. Господин, пожалуйста, сказали, пожалуйста, господин, я рад спустились, спуститься, спустились вначале, вначале, чтобы купить пищу. Да, да, да. Олег Борохаль. Так, теперь должен быть Тимофей, да? Да. Ваеги киевану эль-хамалон ва нифтеха эт амхтехотэйну, ва гине хесэфиш, бэфи амтахту, амтахто, каспэйну, ва мишкэло, вэнашэф, ато баядэйну. Да. Переводим. Да. И было. Как пришли мы на ночлег. Вот это интересное слово. Малон, я сейчас прошу маленький тайм-аут. Слово Малон от слова ла-лун. Мы встречаем две формы, как Элиэзер обращается к Литке в одной из недавних глав, и как она ему отвечает. Он просит ла-лин, то есть переночевать единожды. Она отвечает, что есть у нас в доме место ла-лун, оставаться на ночлег надолго. И отсюда Малон это место ночевки, место гостиницы в современном говорите. Малон или бейтмалон. И еще один термин нам известен, тут я совершенно не шучу, считается, что это общеизвестно. Малина. Не ягода, а малина как место ночевки и даварская малина. Ты зашохерила всю нашу малину. Это не наша тема. Да. Прошу вас дальше. Вен ифтехам. Да. Вен ифтехам. И открыли наши за спинные рюкзаки. И вот деньги кесов иш. Как-то дословно перевести. Деньги каждого человека. Деньги каждого человека. Деньги его, ему предназначающие. Угу. В за спинном рюкзаке. Угу. Каспейну бы мишкало. По мишкало. Мишкаль это по весу. Слово шекель от слова мишкаль. И отсюда же слово шкала. То есть количество серебра по весу. Да, раньше они были не монетками, а кусками и взвешивали. Да. Да. И вот возвращаем его нашими руками. Да. Да. Да, совершенно верно. Так. Кавбет я. Бекес ахер борадну баядейну лишь бор охель ло ядану ми сам и деньги другие серебро другое спустили мы в наших руках. То есть мы принесли чтобы купить еду. Ло ядану мы не знаем кто положил сам наши деньги в наши заплечные мешки. Кавгимел прошу Анна. Так. Бои омер шалом лохэм эл теру элоким элокэй 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 эвихэм нэтан лахэм матмон бээм тэхотэйну элокэйхэм да каспэхэм обо элай ой ойоцэ элэйхэм элокэй элокэй элкэй элкэй господь бога всевышний бог ваш и бог отца вашего даст вам вот это слово я не очень дал вам имущество это вот ваши сумки и деньги ваши деньги и ваши деньги серебро ваше Боу, заходите лайком не буквально, там ко мне и вывел к ним Шимона да, да, совершенно верно вот, казалось бы все налаживается, да ну, с евреями так просто не бывает а так, я опять перехватил инициативу да, Тимофей извините, прошу вас перевозим и принес мужчина мужам, людям в дом Юсефа привел в дом Юсефа да, привел мужчина этих людей в дом Юсефа бейтен маим и дал воды чтобы омыли свои ноги и омыли ноги да и дал еда для животных корм в дом Юсефа да для их ослов да, верно вот, теперь я спасибо ва яхину ва яху Юсеф в дом и принесли и поднесли ему вот эти подарки которые в их руках в их руках в дом в дом и поклонились и поклонились ему до земли до земли совершенно верно Кавзаин спасибо это я ва ябру шалом леавдеха леавину дейну хай ва игду ва иштахаву штаху да, иштахаву должно быть то есть написано таким варум отчитается так мы не пропустили Кавзаин а мы что-то пропустили Кавзаин то мы не читали а слыха, слыха Кавзаин тогда я читаю, да? да, да ну давайте давайте ваиша леавем ле шалом ва юмер а шалом авихем а закен а шер а мартом галдейну хай и буквально спросил у них мира то есть это так называется обратиться первым и спросить все ли у вас в порядке шалом алейхем да это называется шаальшал да и сказал да да и сказал мир ли отцу вашему предстоялому о котором говорили что он жив еще да 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 верно спасибо теперь я снова почитаю шалом леавдыха леавину одену хай ваикду ваиштахаву и сказали да мир то есть все в порядке шалом это не только мир в смысле отсутствия войны но и гармония мир рабу твоему нашему отцу нашему кстати говоря за это йосеф был наказан что он первым из братьев умер хотя был одним из младших да потому что когда братья обращались к нему и говорили раб твой наш отец да он не возражал с такой стороны как он мог возражать он же сохранял свою инкогниту тем не менее да отец наш по-прежнему жив ваикду это значит поклонились якат переводится вообще-то как пылать-гореть но здесь имеется поклонились имеется ввиду поклонились то есть наклон головы а иштахаву это поклон когда человек планиется до земли или простирается до земли как было принято раньше значит сейчас даже в молитве даже перед всевышним мы не падаем ниц за исключением нескольких мест в молитвах Роша Шана и Ям Кипура так ага там два варианта написания да это называется креэктив то есть пишется с одним вавом но поскольку читать надо как если бы было написано с двумя вавами то это вот в таких текстах да обозначается так что вроде бы буквы написаны не огласованно а вот огласованно написано как следует читать да но алё 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 не слышно вас да не так происходит с тем случаем когда слово ги она пишется с вавом то есть как гу по написанию без огласовок мы бы прочитали наверное гу да но читать надо ги поэтому вав вроде бы и стоит но огласовка там хирик точка поэтому мы читаем ги там не пишется дважды это слово так теперь яков ва иса эй нав ва яр эт бин ямин ахив бен имо ва йомер азе ахихева катон ашер амарт элай ва йомер элухим ихан ха бани ва и поднял глаза его и увидел беньямина брата его сына матери его подчеркнуто здесь ибо братья матери когда матери уже нет в мире да они особо прочно чувствуют себя друг с другом и сказал это ли брат ваш меньший про которого говорили вы мне и сказал то есть сказал всевышний буквально воспитает тебя то есть охранит тебя сын мой вот так вот он сказал ламер прошу вас так ва йомер йосеф нет ламер а ва йосеф ки них миру рахамав льв его кэш левкот воя воя ахадер ахадара воя ва ев к буквально ев к шама 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 так и по заторопился или поторопился йосеф ибо них меру ну как бы загорелось это что-то загорелось загорелось зановалось у него рахамав ну как-то жалость 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 поднялась в нем жалость к братьям к братьям к братьям к братьям его да верно и вакэш попросить что-то левкот да 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 и захотелось ему плакать смысл здесь вот да он не смог сдержать а вот захотелось поплакать да вошел он в свою комнату и там плакал да воевка это баха 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 плакать да да и плакал там да верно тимофей ламаталев спасибо ламаталев я мыл свое лицо и вышел и сдержался да и сказал подавайте хлеб подавайте хлеб как в знаменитом еврейском анекдоте про кошечку ва ясиму ло левадо вела левадам вла митрин ха охлим итам и то левадам ки ло юхлун ха митрин лехол эт ха иврин лехем ки то ева ги ла митрин перевожу ва ясиму ло левадо и положили ему отдельно вела гем левадам и им отдельно вела митрин га охлим ито и египцянам кушающим с ним левадам отдельно потому что не могут египцяне кушать вместе с евреями хлеб потому что это мерзость для египтян вот тут слово ги написано как то о чем я только что говорил интересно что очевидно египтянам то как раз да было известно что Сеф не их человек он пришел он еврей и Сеф этого не скрывал так ламет гимел прошу вас ну да там же когда про него рассказывает фараону он говорит что юноша еврей который со мной все не так ваешву лефанав абхор киф киф хор киф хор хатса ир кит ира киф хор а нашим иш так ваешву а ирса ирса видимо рассадил он перед собой старшего первенца по его первенству и младшего по его как бы младшинству и удивлялись люди братья что друг другу переглядывали да 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 выражали удивление потому что родились они в короткий промежуток времени и в общем-то внешне трудно было определить кто старше и кто младше и насколько но поскольку СФ знал да он как бы воспользовался этим знанием как будто он видит как мы узнаем из дальнейшего повествования не сегодня по своему кубку да кто в каком порядке они рождались да вот так Тимофей наверное да 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 вот тут тоже интересно масса в данном случае да и подарил подарки вот что это значит то есть вознес возношение в смысле подарил подарки от лица своего от лица своего им вот слово те рев от слова рав было больше увеличилось да подарок Беньямину по сравнению с масот кулам да хамеш едот то есть в данном случае в пять раз то есть Беньямин подчеркнуто на глазах всех получил в пять раз больше то есть он выделил его как любимчика аналогично тому как его самого Юсефа выделил кто его отец то есть он пытался как бы вызвать ревность на самом деле он проверял своих братьев нет ли у них сердца ревности и не повторится ли эта история когда возревновавших одному брату да они были готовы его даже прикончить здесь речь идет всего лишь о том чтобы не возражать что ну вот так вот легла фишка так случилось и он остается остается в рабстве ваишту ваишкеру ему и пили и выпивали на шакер это шакера это выпивать алкогольные напитки с ним вместе вот такая у нас сегодняшняя недельная глава мы с Божьей помощью разобрали параграф параграф сорок третий ну повествование вы имеете шанс почитать дальше история весьма занимательная и поучительная а в чем ее смысл я надеюсь из комментариев вам будет понятно большое вам спасибо за участие приходите еще сегодня мы в малом количестве но будем надеяться что да что люди которые к нам постоянно приходят да что они нас не покинули да спасибо я заканчиваю я должен еще выключить запись да спасибо всего доброго с Божьей помощи через неделю мы встречаемся вот идет последний день Хануки я еще успеваю еще раз вас поздравить вот только что прошел рожходыш то есть закончилось первое число месяца месяца для знающих я говорю вам что 29 это йорцайт одного садика одного праведника очень интересного который похоронен в местечке Веледники недалеко для кого же это это йорцайт раби из Веледника вот был такой понятно был такой известный человек всем большое спасибо за участие всего доброго как ваше самочувствие да ничего слава Богу я себя чувствую почти нормально по крайней мере да 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 ладно всего доброго счастливо слава Богу счастливо